А перед просмотром нашего эпического топа я бы вам хотел посоветовать подписаться на игровой канал Даркинга. Здесь вы сможете найти большое количество видеороликов по нашей любимейшей игре, а также стримы по ней. Ну и также я хотел бы запустить конкурс, как только на данном канале наберется 100 подписчиков под последним видеороликом, а именно таки под видеороликом, который называется Даркинг скинул там 5 голдов, мы разыграем промокод на 3 контейнера. Все, что вам нужно сделать, это написать свой никнейм в комментарии под данным роликом, и вы будете участвовать в нем. Ну а мы погнали смотреть наш видеоролик. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня ролик пойдет о комплектах, да-да, именно таки об этом я хотел рассказать уже давным-давно, но никак не мог найти, наверное, тот момент, не мог найти тот посыл, когда стоит уже рассказать про них. И сейчас, прямо-таки сейчас, у нас имеется 3 М3 просто крутейших комплекта, которые я посоветовал бы вам приобрести, если вы прокачиваете свой аккаунт. Условно говоря, вы там генерал-лейтенант, до маршала у нас, в принципе, комплекты открыты, но если вы, в принципе, можете вдонатить в игру, то для вас вообще не составит труда взять и приобрести данные комплекты. Сегодня я расскажу о 4 М3 комплектах, поэтому прямо-таки сейчас поддержите данный видеоролик. Пальцем вверх, подписочка на канал, колокольчиком, как всегда, само-самое, разумеется. И если вам заходит вообще такая тема, то мы будем рассказывать намного-таки чаще про комплекты и М1 поколения, и М2, то есть заходят, поддерживаем, ну а мы, в принципе, начинаем. 4 комплекта, которые, по сути, решат всё. Если вы покупаете их, по большей части, вам больше не надо ничего покупать, как по мне. Это комплект Дико Рикошета, это комплект Хантера Твинс, это Вика Фрис, которого, к слову, не было на превьюшке, потому что я не смог найти картинку сейчас у нас данного комплекта, к слову, нету, но этот холодильник, это просто божественный комплект, сейчас вот именно-таки на данном вооружении я и играю, и последний комплект, это Челленджер, это Титана Страйкер. 4 лучших пушки в игре, как по мне, самые сбалансированные, и те пушки, которые, даже если фиксятся, подвергаются какому-то балансу, добалансу, перебалансу, они всё равно тянут, они всё равно нагибают. Это Фрис, это Страйкер, тот, который сейчас просто, ну, жизненно необходим каждому, если вы хотите нагибать. Я вообще с него, по сути, не слажу, и то, что сейчас я показываю вам именно-таки данный холодильник, потому что он тоже гнёт, он тоже гнёт этот комплект. Если вы имеете его в гараже, он безумно нагибает в простом матчмейкинге, да и не только в нём, в любых ББПшках, в том же полигоне ЦП, который я раньше любил играть. То есть, по сути, вы берёте эти 4 комплекта, при том, что 3 из них прямо сейчас есть в магазине, если вы смотрите данный видеоролик, и у вас нету одного из этих хотя бы комплектов, и вы думаете, брать или не брать, я вам 100% говорю, берите. То есть, вы и корпуса все покупаете, вы покупаете все пушки, которые вам нужны. У вас появляются те модули, то есть, Твинс, Рикошет, Фриз и Страйкер. Это те модули, которые вам реально круто будут необходимы в матчмейкинге, да и не только в нём. Там всё сочетается, просто всё. То есть, условно говоря, если я бы брал мульта, то я бы купил эти 4 комплекта и всё. Мне больше ничего не надо было бы. Да, можно там, условно говоря, сказать, что мне нужен Викинг и всё, мне больше не нужны никакие другие комплекты, но всё же бывают моменты, когда и Диктатор тот же нужен, потому что кто-то хочет, например, голды половить там. Даже если вы не голдолов, но всё равно бывают моменты, когда хочется что-то поджимать, поэтому тот же комплект с Дикой Рикошетом, с офигенной пушкой с Рикошетом, он всегда будет заходить. Это пушка, которая в матчмейкинге почти что никогда не имеет резиста, и при том раскладе, если вам даже если особо-таки не нравится данная пушка, вы всё равно её сможете реализовать в простой катке, и никаких проблем у вас с ней не будет, это я вас уверяю. Дальше Титана Страйкер, ну, данный комплект вообще можно использовать, что касаемо и полигона ЦП, что и ЦПшек какого-то матчмейкинга плана, что касаемо, ну, просто везде его можно использовать, и также у вас будет уже иметься тот же самый Викафриз, если вы просто взяли Викинга, отличный расклад, три корпуса средних именно таких, Хантер, Диктатор и Викинг, плюс ко всему этому у вас ещё будет иметься Титан, что вам ещё надо? Больше ничего, по сути, не надо, и если вы в какой-то степени любите именно-таки в этом плане подонатить в игру, раздумываете, какой комплект вам приобрести, я думаю, что, ну, здесь всё довольно-таки просто, довольно-таки просто, и вообще напишите по этому поводу в комментарии, интересно было бы услышать ваше мнение, что вы думаете, по каким комплектам, у вас есть сомнения, по каким комплектам вы бы хотели, может, чтобы я сделал какой-то определённый тест, потому что, как по мне, вообще тема с комплектами довольно-таки обширная, и её можно обсуждать на разных уровнях, я не хотел бы сегодня уже рассказывать поподробнее, именно-таки каждый комплект, то есть не буду углубляться, где какая-то, какая пушка нагибает, но, по сути, если вы имеете именно-таки данные 4 пушки, все эти средние корпуса плюс Титан, вы сможете реализовать это всё под любую карту, под любой формат, единственное, это то, что вы не сможете поиграть, это форматную Хори Рельсу, вот и всё, в принципе, что вы не сможете. Ну, а по большей части, ну, реально есть, есть те комплекты, при том, что 3 из них вообще выходят на 1 неделе, это вообще что-то с чем-то, я прям, когда зашёл в комплект, я офигел, то есть, как бы, и корпуса не сочетаются, и пушки отлично подобраны, и реализовать любое из этих 4 вооружений, вот именно если ещё холодильника туда приписать, я его просто не нашёл, да, повторюсь, то всё, всё, ничего даже придумывать как бы не надо, вы просто берёте комплект, и даже не надо там, условно говоря, покупать какие-то там васпофрезы, там, магнумы, я не знаю, что-то ещё там раздумывать, довольно-таки просто, довольно-таки интересно, и я не знаю, что ещё добавить, это круто, когда у нас вообще, в принципе, в игре получаются, получаются такие именно такие комплектные акции, когда, условно, бывают недели, когда, ну, вообще просто, ну, такие бредовые комплекты выходят, что я даже смотреть на них не хочу, и думаю, блин, зачем вы это делаете, и после этого выводят довольно-таки неплохие 3 комплекта, ну, даже не то, что довольно-таки неплохие, это лучшие комплекты, лучшие комплекты, вообще при, при сочетаемом уровне, при, именно-таки, разбора вооружения, дабы у вас именно-таки имелись и корпуса, и пушки, и это было реально выгодно всё дело, это достойно, это достойно. Наверное, на этом мы будем заканчивать с данным видеороликом, всё, что я хотел сказать, я, в принципе, рассказал, такого плана ролик у нас получился, если он вам понравился, то обязательно поддержите его пальцем вверх, подписочкой на канал, также, ребят, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, ну, и вообще, хотелось бы услышать от вас полного мнения, вообще, по поводу именно-таки данных комплектов, нравится вам, не нравится, стоит ли продолжать в этом духе, не стоит рассказывать именно-таки про них, просто есть определённые темы, которые я, наверное, на своём канале ещё не раскрывал, и по комплектам, условно говоря, были какие-то минимальные тесты, но чтобы были какие-то большие разборы полётов, прям под определённые вооружения, лучшие комплекты, такого у меня ещё не было, поэтому начинаем с М3 комплектов, дальше больше, у меня на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!